Я сейчас живу в Украине уже два года, и, к счастью, наконец мне удалось попасть к вам в Венецию. Я надеюсь, что я чаще смогу сюда попадать, в будущем. Сегодня я хотел бы поговорить с вами об понимании Бхагавадгиды. Помните, что когда все мы были когда-то детьми, мы играли в какие-то игры, придумывали? Обычно девочки играются в куклы, играются в дом. А мальчики обычно двойножку. Или с машинками возятся. Но это у нас в Америке происходит, здесь тоже самое, да? Это человеческая природа. Мужчины всегда заняты сражениями, а женщины в тем, чтобы кого-то скормить, воспитать. Много людей думают, что мы играем в эти игры лишь когда мы дети, а потом мы вырастаем и просто живем взрослой жизнью. В современном мире. Но это не правда. Мы просто начинаем играть на что-то другое. У взрослых есть такое количество разнообразных игр, в которые они играют. Первая игра. Это называется «Я есть тело». Потом мы играем в то, как будто мы живем в стране, такой как в Америке или в России или в Украине. Но такого места не существует вообще. Когда я был ребенком, мои помнистили глобусы. На нем были нанесены все страны. И между странами там были проведены границы, линии. И вот недавно я летел из Берлина в Генгрию, и я смотрел в иллюминатор, чтобы увидеть линии эти. Я никакой линии ни одной не увидел. Так что это тоже игра. Но только все играют таким образом. Так, а теперь вы пересекли через эту линию, и теперь вы в нашей стране, показываете паспорт и так дальше. Но 2000 лет назад в этой стране не было. И через 2000 лет в будущем тоже ее не будет. Так что мы просто играем. Давайте поиграем то, что это Америка, а мы украинцы. Через пару минут мы поговорим и о других играх, которые мы любим играть. Но весь смысл Бхагавадгиты в том, чтобы пробудить нас от этих игр, чтобы перестали в них играть. Дети, когда они играются во что-то, то они также очень серьезно это воспринимают. Они играют очень интенсивно. И мама их может позвонить. Пришло время. Они могут играться. И в этот момент приходит мама и говорит, иди обедай. Пришло время. Нет, у нас сейчас как раз самый интересный момент нашей игры. Это никак нельзя остановить. Сейчас нам нельзя останавливать нашу игру. Мы должны продолжать ее. И Кришна нас тоже зовет. Назад домой к Богу. А мы говорим, нет, нет, только не сейчас. У меня как раз именно такое время, что я не могу это ничего оставить. Я почти уже президент компании. Или президент страны. А я играю в то, что я сейчас буду еще мамой в очередной раз. Мы таким образом играем и так много представляем. Даже если Кришна нас зовет, мы все равно говорим, нет, нет, сейчас я остановиться не могу. Но Бхагавадгита, она для того, чтобы пробудить нас. Иногда так же бывает, что вы спите и видите какой-то замечательный сон. И даже несмотря на то, что вы слышите, как звенит будильник, вы не хотите просыпаться. Такова наша сегодняшняя ситуация. Весь мир погружен в сон. И в самые разные сны. Они во что-то играют при этом. И никто не хочет пробуждаться. Бхагавадгита для того, чтобы нас разбудить. Для того, чтобы вернуть нас назад к реальности. Вы слышали про Супермена? Видели комиксы с его участием? Нет. Кто-то из вас видел вот эти комиксы с Супермена? Фильм. Не знаю насчет фильма. Но в комиксе, по крайней мере, там есть такое место, которое называется Базаромир. В этом Базаромире все не на своем месте, все там сошли с ума. Я не помню уж как там было, но как-то этот Супермен попал в этот мир. Так что то, что есть, оно своего рода этот Базаромир. Все отличается от того, как оно должно быть на самом деле. И в этом мире на вещах помещены неправильные указатели или бирки. Все в этом мире имеет свой знак, свою бирочку. Вот почему мы используем какое-то слово. Например, вот эта поверхность тут, мы даем ей название и такую бирочку к ней приклеиваем, что это пол. А вот эта поверхность, она называется стена. А вот это шарик. То есть у всего есть своя бирка. И по этим биркам мы можем, по этим знакам или указателям, мы можем понимать, каким образом относиться ко всему в этом мире. И теперь возникает вопрос. Кто дал всем вещам свои вот эти названия и все эти указатели? Кто решает, каково должно быть, что должно быть написано на этой бирке? Мы сами. Мы сами. Мы перенимаем это понимание в обществе. Мы перенимаем это понимание в обществе. Так или иначе, есть определенные идеи, которые даны обществу и к которым прикреплены неправильные бирки. Обычно, люди, которые дают эти определения, их называют интеллигенцией. В любой культуре присутствует своя интеллигенция, которая говорит о всем остальным, как и вы должны быть вот эти названия на бирке. Проблема в том, что в той современной культуре, в которой мы живем, эта интеллигенция также дезинформирована о реальности вещей. Поэтому, как ответ на вопрос, кто я такой, будет название тела. Ответ на вопрос, каков смысл жизни, они дадут бирочку, на которой будет написано наслаждайся. Или вопрос, как стать счастливым, будет дан ответ удовлетворение чувств, чувственное наслаждение. Они также дают названия стран, например. Они дают нам такие вещи, как законодательство, страховка, налоги. Они также дают нам способ жизни определенный. В 20-м столетии вам давали способ жизни, который назывался коммунизм. И в обществе, в среде коммунизма, то есть там присутствовали такие вещи, как колхозы в селах, в городах многоэтажки и районы. В Америке нам дали другой способ жизни. Нам дали пригороды для жизни. Много домов, отдельных домиков, которые окружали большие города. И они также дали нам культуру автомобилей. Каждый в Америке должен иметь машину. Нам дают способ, как думать об этом мире, и также способ жизни, как действовать об этом мире. Проблема в том, что то, что нам дают, это совсем не то, что мы на самом деле хотим. Что мы хотим? Мы хотим счастья. Мы хотим удовлетворенности. Мы просто хотим быть счастливыми. Но в том способе жизни, который нам дан, мы счастья не можем найти. Поэтому огромное количество людей разочарованы. Они понимают, что это не то, но они не могут понять, что же именно не так. И поскольку они очень утвердились в этой реальности существующей, они не могут понять такую книгу, как Бхагавадгита в основном. Например, Кришна говорит, Кришна говорит, Кришна говорит, В стихе 2.12 В стихе 2.12 В стихе 2.12 Если мы будем понять это в контексте доминирующей культуры, то мы будем озадачены. Мы скажем, это же неправда. День моего рождения, 12 июня 1986 года. Перед этим я не существовал. И так же тут сказано, что никогда не будет времени, когда я перестану существовать. Но мой дедушка пять лет назад умер. Всё, его нет. Пожалуйста. Тут нет смысла в этой Бхагавадгита. Если мы попытаемся понять Бхагавадгиту в контексте современной культуры, то она не будет иметь смысла. Но вместо этого, что необходимо сделать, это поместить правильные указатели на всё, что есть в этом мире, используя знания Бхагавадгиты. В следующих нескольких стихах, Кришна объясняет природу души. Кришна объясняет, что мы не тело, но мы душа, которая пребывает в нём. Поэтому, когда на этот вопрос, кто я такой, где современная культура даёт ответ тело, вместо этого нужно поместить верочку душа. Если мы будем следовать всем тем наставлениям и всему тому знанию, которое даёт Кришна в Бхагавадгите, мы начнём понимать, что здесь происходит в этом мире и с нами, и вообще. Сейчас у нас в мире очень много проблем. У нас есть проблемы, связанные с окружающей страной. Экономические проблемы, социальные проблемы. Много разных проблем. Почему? Потому что мы пытаемся жить в соответствии с иллюзиями современного общества. Если вы живёте в соответствии с какими-то иллюзиями, то вас можно назвать сумасшедшим. Как иногда мы видим такие шутки, слышим или видим это в виде в мультиках или что-то такое. Когда какой-то мужчина считает себя Наполеоном и он всегда ходит вот так вот. У вас тоже есть такие картины с Наполеоном? Человек всегда считает себя Наполеоном. Он всегда вот так вот. Не знаю почему. Так, если кто-то ходит вокруг, всем говорит, что он Наполеон с рукой вот так, и говорит, что я собираюсь сейчас завоевать Пруссию, все понимают, что это сумасшедший. И его замыкают где-то. Прежде чем он успеет принести вред другим. Однако сейчас целыми странами заправляют такие же сумасшедшие люди, которых, к несчастью, никто никуда ещё не запер. Потому что они пытаются продолжать эту иллюзию. И в попытках продолжать действовать в соответствии с иллюзиями создаются всё больше и больше проблем. И есть много людей, которые понимают, что у нас есть очень много проблем. И они пытаются найти какие-то решения, какие-то способы решить эти проблемы. Но у них не слишком-то и получается. Потому что они работают с теми же самыми указателями, которые и создали эту проблему. Господин Эйнштейн дал нам наставление, как решать проблему. Он был очень разумный человек. Вы знаете, когда он умер, то потом его мозг в банку внестили. Они подумали, он был настолько разумный, давайте сохраним его мозг, тоже научимся быть такими же. Но это ещё одна иллюзия. Это иначе. У него к нам было хорошее предложение. Он сказал, что проблема не может быть решена на том же самом уровне, на котором она была создана. На том же самом уровне мышления. И мы в западном обществе создаём огромное количество проблем, которые исходят из нашего мышления, нашего уровня понимания. И для того, чтобы мы могли увидеть решение этих проблем, нам необходимо другое видение проблемы. Поэтому говорится, что понимание проблемы — это 90% её решения. И в современном обществе люди не знают, как решать эти проблемы. Потому что они не знают, что все эти наклейки или ярлыки — они неправильны. Но тот, кто знает Бхагавадгиту, он может очень легко увидеть, что все эти надписи неправильны. Он может очень легко сказать, ну конечно же, тут же всё очевидно. Делайте это, делайте это. И результат? Результат такого — мы перестаём создавать проблемы. Но пытаясь жить в иллюзиях, мы продолжаем создавать проблемы, и мы не можем их решить. Таким образом, Бхагавадгита помогает нам понять реальность и поменять все эти ярлыки, и разрешить все проблемы жизни. Но вначале необходимо понять саму Бхагавадгиту. Что на самом деле не является таким простым делом. И проблема также в том, что мы живём в доминирующей культуре. И доминирующая культура навязывает нам определённый способ мышления. Несмотря на то, что мы знаем, до какой-то степени мы знаем Бхагавадгиту, всё равно мы не можем освободиться от влияния этой культуры. Поэтому мы должны понять Бхагавадгиту в её собственном контексте. Вместо того, чтобы пытаться её интерпретировать в соответствии с теми обстоятельствами, в которых мы оказались. И позвольте вам привести пример. У кого-то есть деньги. Возвольте, в том числе, в том числе. Возвольте. А вот это. сделаем так я сейчас задам вопрос и я хочу чтобы вы ответили сами себе не говорили это потому что обычно необходимо подумать что у нас здесь похоже как на гривне и там еще есть но помимо этого тут еще кое-что тут мне еще одна на ней цифра 1 и это владимир князь владимир а это шевченко я изучаю украинскую культуру мы наделяем эти вещи определенной значимостью почему мы наделяем эти вещи какой-то ценностью потому что там красивые картинки нарисованы может быть что тут еще а тут еще есть водяные знаки итак что у меня в моих руках теперь скажите ну это бумага написано что государство гарантирует удовлетворение наших желаний на 100 единиц например в левой правой руки и на одну единицу в левой руки государство гарантирует удовлетворение ваших желаний если так было то вам все были счастливы частично правильного ответа Какой был частичный правильный ответ? Это бумага. Это что-либо получить. Это что-либо получить. Он сказал, что это бумага. Да, это бумага. Это бумага. Можно мне посмотреть ваше? Вот тут у нас тоже есть бумага. Гораздо больше, чем здесь. Но за эту бумагу можно купить много такой. Почему? Это очень странно. Тут просто бумага. Но по какой-то причине эта бумага обладает гораздо более ценностью, чем эта. На ней ярлык находится определенно. На этой бумаге. Сам лейбл находится на этой бумаге. И что? И вот этот ярлык, он говорит, что... Определяется. Это ярлык. Это ярлык. Это ярлык. Нет, это не правильно. Нет. Это верно. Это верно. Это неправильно. Этот-то тоже есть ярлык. Тут один, а тут сто. И это ценится в сто раз больше, чем это. Почему? Такова сумма власть. Это нет ответа. Что скажешь? Нет, в батик, в языках нет абсолютности. Все относительно здесь. Здесь относительно одно, относительно другого. В этих лейбелах нет абсолютно значения. Все относительно другого. Но вопрос к другому. Почему здесь относительно в сто раз ценность больше, чем здесь? Потому что мы согласились с этим. И те, кто согласились с этим, тоже. Скажут и думают... You can't participate in this. Я не могу участвовать в этом обсуждении. Sorry. Because you've seen this so many times. Таковы правила игры. That's the rules of the game. Who may... Yeah. So, there's rules. So what? Итак, есть правила. И что? Один, ну, сто больше, чем единица. One hundred is more than one. Yeah. Why? They're both pieces... Is it one hundred times more paper? Там в сто раз больше бумаги? No. But we say this one is worth one hundred times more than that? Such is understanding. We... We arrange it. Who arrange it? We agree. We agree. We agree. We agree, that's why. It doesn't matter what the government says. Does it matter what the government says? It doesn't matter what the government says. 's it? It doesn't matter what the government says... И дело не в том, что нам сказали, что это вот так, а это вот так. Дело в том, что мы согласились, что это так, а это так. И в истории очень много примеров того, как люди перестали соглашаться с стоимостью бумаг. Например, в Зимбабве сейчас инфляция 9000% в год. Например, это означает, что в прошлом месяце вы могли купить литр бензина за 200 тысяч их долларов. Но в этом месяце уже никто не согласен. Но в этом месяце уже соглашаются на 300 тысяч долларов. То есть уже меняется это соглашение. Сейчас я приняю еще один вопрос. Кто владеет? Вернее так. Кто это делает? State. The government. It says they're National Bank of Ukraine. Тут написано Национальный банк Украины. They make that money. Они делают эти деньги, да? Machines are printing. Okay. But who has the authority to print this? If you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, if you go to the copy shop, and you print some, Украины являются частью правительства Украины. Да. Ну, в всяком случае, так они декларируют в законах. Вы читали, да? Читали? Да, я читал. Вы читали, да? Ну... Интересно. Это вот саму фразу, где в законе сказано о правах и обязательствах национального банка, да. Но кто является фундатором национального банка, это действительно правительство. Правительство является фундатором. Да, вы уверены? Как вы это знаете? Откуда вы это знаете? Мне сейчас тяжело вспомнить, как называется этот закон. Тихо, как вы это знаете? Вы читали этот закон когда-то, да? Да. О, окей. Спасибо. Спасибо. Вы никогда не читали закон, но вы объясняете, что им говорили. Ну, есть общее принятое, как бы уже есть практика, можно читать буквы, можно принимать практику. Но закон вы сами не читали. Да. Вы не знаете, кому принадлежит национальный банк в Украине. Но вы не знаете, кому принадлежит национальный банк в Украине. Вы не знаете, кто принадлежит национальный банк? Слышен. Да. Ты кашу. Да. Ты кашу. Да. В теории. В теории. Не даже в них не в их теории. В нашей теории. В нашей теории. У них теория другая. Помните, что все наклейки неправильные? И когда там будет владелец Национального банка Украины, там не будет Кришна. Там будет кто-то другой. Я не знаю насчет Национального банка Украины, но я знаю относительно Национального банка Америки. Это что? Тут написано, что Национальный банк Украины для того, чтобы мы думали, что это принадлежит правительству. В Америке это называется Федеральный резервный банк. И предполагается, что этот банк принадлежит федеральному правительству. На самом деле он не так. Этот банк, этим банком владеет небольшое количество частных лиц. И большинство из этих людей это европейцы. У Национального банка Америки есть привилегия печатать деньги Соединенных Штатов в доллар. И они дают их правительству и Соединенных Штатов в доллар. И каждый год правительство Соединенных Штатов выплачивает им 400 миллиардов долларов. Это очень много денег. Вы можете много чего сделать за 400 миллиардов долларов. И эти деньги, они идут в группу частных лиц. Потому что они ставят определенные названия, надписи для того, чтобы всех вести в заблуждение. Я говорил ранее, что так много проблем создается, потому что мы пытаемся жить в соответствии с иллюзией. Это одна из этих иллюзий. Сколько стоит это? Практически ничего не стоит. Это кусок бумаги. На самом деле ничего практически не стоит. Но поскольку мы пытаемся жить в соответствии с определенными иллюзиями, оно имеет ценность. И это создает проблемы. Люди сходят с ума для того, чтобы достать эту бумагу. Они занимаются таким количеством греховных поступков. И они думают, что если у меня будет много такой бумаги, я буду независимым. Неправда. Если у вас большая пачка этой бумаги. Например, у вас 100 миллионов долларов. Тогда вы думаете, я независимый. Я могу делать то, что я хочу. Так же? Это еще одна иллюзия. Это общество построено таким образом, что там одна иллюзия на другой. Вы сможете этим воспользоваться в магазине. Если вы придете в магазин, во-первых, если он там будет этот магазин, во-вторых, если он будет открыт, и там будет продавец. Когда вы сюда приходите на Мангала Арати в 3.30. Возьмите эту бумагу и придите в магазин. Вы сможете воспользоваться этими деньгами. Деньги у вас есть. Но какой толк с них? Ведь магазин закрыт. Там никого нет. Ваши деньги имеют какую-то ценность лишь тогда, когда кто-то есть в магазине, и он готов эти деньги у вас принять. И так же это все зависит от грузовика, который должен привезти продукты в этот магазин. И теперь вы, получается, зависите не только от продавца, который в этом магазине, но также от водителя этого автомобиля. Автомобиль может передвигаться и доехать, и довезти эти товары лишь тогда, когда у него есть бензин. Таким образом, вы сможете воспользоваться этим, если открыт магазин, там есть продавец. Короче, все эти условия. Есть бензин в грузовике, поэтому он может привезти товар. И мы можем очень далеко так отойти. Кто-то должен был сделать этот грузовик, кто-то должен был сделать и потом починить. Кто-то должен был произвести продукцию, эти товары. Кто-то должен был упаковку сделать. И несмотря на то, что мы думаем, что мы независимы, а на самом деле мы зависимы от такого огромного количества вещей. И это понимание, эта идея, что я независим, это просто-напросто иллюзия. Поскольку мы пытаемся жить соответственно с иллюзиями в современном обществе. У нас все эти проблемы. В сознании Кришны, в культуре Кришны, мы не хотим жить в соответствии с иллюзиями. Мы хотим жить в соответствии с реальностью. Какова реальность? Что реального в нашем опыте? Люди. Вот мы все реальны. Земля реальна. Бог реальен. Это реальность. Если мы будем жить в соответствии с этой реальностью, мы тогда перестанем создавать все эти проблемы. Кришна устроил все таким образом, что еда сама появляется из земли и растет. Но люди об этом уже забыли. Они думают, что еду можно получить только из магазина. Они уже и не знают, что она из земли появляется. Они думают, что им необходима это, то есть эта бумага для того, чтобы получить еду. Но Мать-Земля, она же и не просит денег. Вы идете выкапывать картошку, и Мать-Земля говорит, пока сто гривен не положишь, никакой картошки. А корова будет лягаться до тех пор и не давать молоко, пока Вы не дадите ей каких-то денег. Но ведь так же не происходит. Реальность Кришна отличается. Реальность Кришны другая. В этой реальности Кришны все происходит, основываясь на любви. И если мы отвечаем взаимностью на эту любовь, тогда все могут жить счастливыми и в гармонии между собой. Реальность следующая, что Бог является собственником всего. Мы это понимаем, читая Шипча Паниша. Все в этой Вселенной принадлежит Господу. И Он не требует платы. Он дает из любви, потому что любит. И Он просто хочет, чтобы мы отвечали взаимностью на эту любовь. И в сознании Кришны мы учимся, как это делать. Кришна посылает нам эту виду прямо из земли. И мы ее очень хорошо готовим, а потом, чтобы выразить свою любовь к Кришне, мы предлагаем Ему. А Кришна продолжает отвечать взаимностью. Он принимает это подношение и потом возвращает к нам в виде Прасады. И затем что мы делаем? Мы почитаем Прасаду. Мы предлагаем Ему назад Кришне. Кришне как огонь пищеварения. Мы предлагаем Ему. И Он отвечает взаимностью, отдавая нам взамен жизненную энергию и силу. А мы должны опять-таки ответить взаимностью и использовать эту энергию для того, чтобы служить Кришне и Его Предам. И если мы будем жить вот таким образом, в соответствии с устройством Кришны, то жизнь будет очень простой. И мы перестанем создавать проблемы. Все проблемы в мире могут быть решены сознанием Кришны. Это очень серьезное утверждение. Штаб-квартира объединенных наций находится в Нью-Йорке. И со всего мира туда сходятся люди для того, чтобы обсудить мировые проблемы. Что если вы пойдете туда, в штаб-квартиру объединенных наций? И скажите, подождите, подождите, все это не является необходимым. Все эти проблемы, которые вы сейчас ломаете голову, как их решить, могут быть решены пониманием Бхагавадгиты. Это очень смелое утверждение. Никто из них не говорит, что я могу решить все проблемы мира. Они говорят, я могу решить вот эту маленькую проблему или вот эту небольшую проблему. Но настоящая проблема в том, что их решение создаёт ещё больше проблем. Но туда может прийти преданный и сказать, я могу решить все проблемы. Нам просто надо следовать Бхагавадгите. И это факт. Потому что мы перестаём создавать эти проблемы. Живя в соответствии с реальностью. Но нам необходимо понять Бхагавадгиту. И позвольте вам дать ещё один пример. Далее Кришна Бхагавадгите говорит вот эту шлоку, которую произведёт Прабху. Кто-то знает её? Кришна Бхагавадгита говорит. Перевод такого. Кришна говорит Арджуни, у тебя есть право исполнять свой долг. Но Он говорит, у тебя нет права наслаждаться результатами своей. Отлично. Давайте попробуем это понять в свете современной культуры. Кто из вас ходит на работу? У кого есть работа? Один, два, три, четыре, пять. Хорошо. Почему вы ходите на работу? Почему вы ходите на работу? Почему вы ходите на работу? Обусловно. Для того, чтобы поддерживать семью. В order to support the family. Да, вам надо поддерживать семью. И почему же вы ходите на работу? Чтобы иметь средства поддерживать семью. Что это? Это что? День. Майд. Вы ходите на работу, потому что вы хотите заработать деньги. Вы тратите своих пятьдесят или сорок часов в неделю. Работая на своего начальника. И в конце недели он дает вам стопочку бумаги. И мы говорим большое спасибо. Но что это такое? Помимо бумаги, помимо денег. Депендент? Нет. Что это? Ваша заработная плата. Помимо того, что это деньги, то, что это бумага. Что это еще? Вы дали 40 часов. Вы дали 40 часов. И он вам дал деньги. Он вам дал деньги. Тогда эти деньги? Время. Время. Время? Нет. Так? Подумайте опираясь на эту шлока. Кришна говорит, что результаты твоей деятельности тебе не принадлежат. Видите, это современное общество создано интеллигенцией, у которой понимание отличается от понимания Кришны. У них гея усиливать иллюзии этого мира. Они хотят увеличивать количество денег, которое у них есть. Потому что в этом случае человек считает себя более важным. Если у меня больше денег, то я более важный человек. И я лучше, чем они. Но это еще одна иллюзия. Но они хотят, чтобы эти иллюзии возрастали. И они устроили целое общество таким образом, чтобы раздувались и усиливались эти иллюзии. Но Кришна говорит здесь, в Бхагалагите, вначале Он говорит, ты не ест тело. И результат твоей деятельности тебе не принадлежит. И он говорит, даже больше того, через несколько стихов, Он говорит, Крипана means miser. Вот эту шлоку, используя слово крипана. И крипана означает скупец. Он говорит, те, кто хотят наслаждаться плодами своей деятельности, это скупцы. Давайте попробуем это понять. Скупец это тот, кто не понимает истинные ценности того, чем он владеет. Обычно мы понимаем, что скупец это тот, у кого из много денег, но он их не тратит, а просто держит в банке или в другом месте пересчитывает. Вместо того, чтобы их использовать, эти деньги, он их пересчитывает. Но это неправильное использование денег. Правильное использование денег, это их тратить, использовать. Вот это называется скупец. Кто-то такой, кто не знает ценности чего-то. И Кришна тоже говорит, те, кто хотят наслаждаться результатами своей деятельности, это скупцы. Это означает, они не знают, какой ценностью обладает работа. И теперь, какова самая высшая ценность деятельности? Кришна говорит о том Бхагаваддика. What is that? Probably that is fulfillment of your duty, performance of your duty. Предписание за днисти. How did I say the question? What is the highest level? Перефразируем так. Какой самый лучший результат, который вы можете получить благодаря работе, благодаря деятельности? Благодаря. Satisfaction. Нет. 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 Quote from Bhagavad Gita. Может, прочитайте, процитируйте Bhagavad Gita. To fulfill the Supreme Personality of Godhead. Yeah. Okay. And what's the result you get by doing that? И какого будет результата, если вы это сделаете? Счастливый. Отношительный. Renunciation? No. Нет. Отношения с ним. Relationship с ним? Yeah. But then you get some... How do you get that relationship? Да. Но как вы получите эти взаимодействия? Love? You go back to Godhead. Once we get back to Godhead, we return to Godhead. If you do work for Vishnu, for Krishna, you go back to Godhead. Если вы выполняете деятельность ради удовлетворения Вишну, ради Кришны, вы возвращаетесь назад. Яджина-тар-карма-нонья-та-логла-ям-карма-бандана-а-тарар-кам-карма-кунтая-мукта-санга-саматсара. Мукти, вы получаете освобождение. Работа должна исполняться как жертвоприношение Вишну, иначе она связывает тебя в этом мире. Если человек исполняет работу для того, чтобы его удовлетворить, она таким образом освобождает его от скованности в этом мире, от связанности. Кришна об этом говорит таким или иным образом по крайней мере шесть раз в Бхагавадгиде. Таким образом, мы можем использовать эту деятельность, эту работу для того, чтобы оставить этот мир и вернуться назад Богу и никогда больше не страдать. А вместо этого мы используем ее для того, чтобы получить зарплату. Крипана, скупец. У вас есть что-то очень ценное. Если вы будете работать для бизнеса, вы оставляете этот мир. Но вы ее используете для того, чтобы получить зарплату. Потому что мы следуем за теми демонами, которые создали эту культуру. Поэтому нам надо понять эту Бхагавадгиду. Это очень ценная книга. Но если мы ее не понимаем и не следуем ей, то какой смысл? Мы можем сюда приходить и говорить о красивой философии. Но если мы продолжаем жить в соответствии с тем, как живут люди в доминирующей культуре, в той культуре, то мы упускаем самую суть. Бхагавадгита для того, чтобы мы могли изменить способ нашей жизни в этом мире. А не то, чтобы мы читали Бхагавадгиту и продолжали жить так же, как и раньше. Мы можем это сделать. Мы можем изменить способ нашей жизни в этом мире. Но для этого нам нужна одна очень важная вещь. Нам нужно то же самое, что позволяет работать вот этому, то есть деньгам. Это согласие. Когда-либо вы соглашались, что эта бумажка имеет ценность? Может быть тут в Украине, когда вам исполняется 12 лет, совершается определенная церемония. Вы отдаёте честь украинскому флангу. Вы положите руку на сердце. Да, я согласен, что эта бумага обладает ценностью. Делаете так? Такую клятву. Нет, мы же этого не делаем. Несмотря на это, мы все согласны, что эта бумага обладает ценностью. Когда мы согласились на это? Мы просто согласились. Это называется согласие, которое... Implicit means we agree without acknowledging that we agree. Это означает, что мы не согласились, но мы даже и не поняли, что это как-то неосознанно произошло. И точно так же, как мы согласились наделить эту бумагу ценностью, и это работает. Точно так же, мы должны согласиться, жить в соответствии с теми принципами, которые даёт нам Кришна Бхагава Гитти. Но это согласие, оно должно быть очень сознательным. Потому что способ действия, соответствие с Гиттой, он отличается от того способа жизни, как мы ведём его сейчас. Но если достаточное количество людей согласится следовать этим принципам Бхагава Гитты, то очень просто мы можем привнести Духовный мир сюда на Землю. В этом цель Бхагава Гитты. Она для того, чтобы создать Духовный мир прямо здесь. Если мы следуем Бхагава Гитте, то тогда нет никакой разницы между местом, где мы находимся, и Вайкутхой, или Духовным миром. На самом деле это место и будет Духовным миром вокруг нас. Так люди ищут решения проблем современного общества. И у нас есть все эти решения. И наша задача, как последователи Шилы Прабхупады, показать миру, что следование Бхагава Гитты может решить все проблемы в этом мире. Как индивидуальные проблемы отдельных личностей, так и общие. Вот что должно сделать общество сознания Кришны. Ведическая культура – это культура добровольного согласия. Никто никого не принуждает что-то делать. Вы делаете что-то, потому что вы считаете, что это правильно. В современную культуру – там присутствует сила, и каждый делает что-то, потому что на него оказывается давление. Люди ходят на работу, в основном потому что им приходится туда ходить. 80% людей в Америке не любят ту работу, которую они делают. Посмотрите. Они не любят, что они делают. Они из этого не получают никакого несчастья, не удовлетворенности. После этой жизни, скорее всего, они пойдут в ад. И ради чего они все это делают? Ради бумаги. Какое сумасшедшее общество. Какое сумасшедшее общество. Поэтому, вместо этого, давайте делать то, что нам нравится делать. Живя просто. Сотрудничая друг с другом. Следуя наставлениям, которые дает нам Кришна в Бхагавадгите. Он нам дает еду. Он дает нам прибежище. Он дает нам одежду. Все прямо из земли. Бесплатно. Мы не нужны. Никаких денег не надо. Мы не нужны. Не надо. Это невероятно, не это? Мы не нужны. Нам это не надо. Балов. Но что надо делать, это сотрудничать с другом. Понимая Бхагавадгиту и сотрудничая друг с другом, мы можем спасти мир. И это то, что должно сделать это общество иском. Поэтому, пожалуйста, давайте сотрудничать друг с другом. Возьмите Бхагавадгиту как свою жизнь к душу. Крепко держитесь за лотосные стопы, с чего Вы пропали. И мы спасем этот мир. И в конце этой жизни мы вернемся назад домой Богу. Это гораздо лучше, чем вот эта иллюзия. А вот здесь мы остановимся. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Корман? Комментарь? Вопрос? Ну вот… То есть, так вот, лекция достаточно… категорично было сказано, что обоставить Это звучит очень революционно. Бхагаватам говорит, что Бхагаватам призван произвести революцию в церцах. Вы знаете, можно процедировать. Ни додай что-то? Бхагаватам is meant to create a revolution in the empire's lives в жизнях, причём неправедных жизнях, цивилизации этого мира, которые идут не в ту сторону. Вы знаете, вы читали эту шлоку раньше. Вот Бхагаватам это революционное оно. Вы читали, наверное, о том, как Широпрабхупада пишет о философах, которые сидят и философствуют в креслах. Они садятся в кружок обсуждают философию. Но сами они не живут в соответствии с этой философией. Вы помните, как Прабхупада пишет об этом? Да? Коль. Они пьут и пьут кофе? Ну, может быть, они. Может быть. Не все. Мы также такие философы. Мы сидим и обсуждаем. А потом мы идём и живём совершенно другой жизнью. Это мы. Прабхупада говорит, что человек, который работает на заводе, но он всё отдаёт служению Кришне, он и Саньясиро. Прабхупада говорит, что человек, который работает на плане, но дает всё к Кришне, он является правой Саньясиро. Да? Это правда. Это тоже революционное. Это тоже революционное. Да. При этом он получает. То есть он работает, ему дают деньги, он эти деньги использует правильным образом, и он получает абсолютный результат. Он получает абсолютный результат, потому что он использует в правильном способе все деньги. Да. Сколько преданных здесь в этой ядре это делают? Так и иначе делают. В какой-то степени. 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 Вот этого — это создавать и усиливать сознание «я» и «моё». А я-то у вас же? Её деньги, да? Мы думаем «мои деньги». Мы не думаем «кришна» — «кришна». Обычно мы так думаем. Это очень тонкий момент. Потому что мы выросли в этой культуре. И мы думаем исходя из «я» и «моё». И у преданных нет иммунитета от этого влияния. Но я скажу, что вы правы. Но у меня есть… но я хочу сказать нечто другое. Что я хочу сделать — это жить в соответствии с наставлениями «кришна» и «бхагава-гидти». Абсолютно. Полностью. Нет. Что если бы у меня была свирательная резинка хорошая? Я бы мог просто стереть всю эту цивилизацию. И затем нужно было бы возобновить её в соответствии с «бхагава-гитой». И затем нужно было бы возобновить её в соответствии с «бхагава-гитой». На что бы она была похожа? Была бы она похожа на то, что у нас сейчас там. Кришна где-то говорит «бхагава-гитой» — «тяжело работать, зарабатывай деньги». Мы можем воссоздать общество, которое бы зиждилось в точности на основе «бхагава-гитой». Своих комментариев Прабхупада даёт детальные комментарии. Детальное описание этой культуры, свои комментарии делал Шелапрупад. Моя цель — это создать культуру, которая была бы в соответствии с направлениями Кришны, как Бхагава-гитой. Как Бхагава-гитой, так и Шелапрупад. Натуральная собственность и такого рода собственность, привязанность, характер один и тот же, нет разницы. То есть мы будем привязаны к натуральным вещам или мы будем привязаны к таким вещам, как эти бумажки. Но «бхагава-гитой» — это «бхагава-гитой». Мы могли быть привязаны к этим книгам, и мы могли быть привязаны к натуральным вещам. Да? Да. То есть принцип, который Бхагава-гитой прозвращает — это ты работаешь как долг и не привязанность к результатам. То есть можно работать и в натуральном хозяйстве, можно работать в этой сложной культуре. То есть принцип один и тот же. conflict is the same. You can work not attaching to the results In both cultures in that culture or in this culture. — Вы можете. Но большинство преданов Pragi не могут. — Вы можете, но большинство предановых не могут. — Это возможно, но большинство из нас не могут. И я знаю, о чем я говорю, потому что у меня есть много... Я не Саньяси, который всю жизнь Саньяси. У меня было много вид деятельности, работ. А почему они не могут? Почему они не могут? Потому что мы живем в соответствии, причем несознательно живем в соответствии с идеями этой культуры. Мы на смышление таким образом работаем, что мы думаем о Я и Мое. Столько-то моего сейчас уже есть, и еще больше будет соответствия с моими планами. Это то, как то, что я сейчас сказал, если вы узнаете на слух, то то, как Кришна в шестнадцатой главе описывает ментальность демонических людей. И преданные думают так. Но демоны не везде могут быть, они могут быть и в простом хозяйстве, и в сложном... и в сложном хозяйстве. Смысл в том, что доминирующая культура на нас влияет. Что мы хотим сделать, мы хотим создать такое место, где это влияние не будет ощутимым. В этой культуре просто потому, что вы в ней находитесь. Ваша иллюзия возрастает все больше и больше. Я хочу создать такое место, где у людей бы возрастало и усиливалось их сознание Кришны само, то есть даже они бы об этом и не думали. Например, когда вы идете домой, вы обычно думаете, мне надо сейчас прийти ко мне домой, к себе домой. Мы так и думаем, мой дом. Но это не наш дом, это дом Кришны. А что насчет этого дома? Этот дом, это дом Кришны, потому что это храм, это мандир. И что мы хотим сделать? Мы хотим взять мандир, то есть храм, и расширить его до границы поселения. И не только мандир принадлежит Кришне, но все дома, которые рядом построены, они тоже принадлежат Кришне. И все там вообще принадлежит Кришне. И мы это сознаем. Это место Кришны. Кришна собственник. Он наслаждающийся. Он действующий. И это реальность. Иллюзия это я наслаждающийся, и я собственник, и я действующий. Мы хотим создать такую окружающую среду, где очень естественным образом будет возрастать сознание Кришна. Я не говорю, что каждый может или должен там жить. Большинство из преданных не смогут. Большинство из преданных не смогут. Это все нормально. Я не пытаюсь... А, я не хочу сказать, что те, кто там не будут жить, то они не правы. Это факт, что действительно нет материальных преград к духовной практике в преданном служении. И если вы живете искусственной жизнью города, и вас это не затрагивает... Очевидно, на вас благословение, конечно. И тогда я приму пыль с ваших стопок себя на голову. Ну, как бы вопрос не то, что это не затрагивает. Вопрос в том, что... Где бы я ни жил, у меня есть моя скорбионная природа, то есть то, что мне надо преодолеть. И она направится в любых условиях. Вопрос в том, что в любом месте я живу, я имею свою природу, которая будет уничтожена. И она будет в любых условиях. Проблема в аннарках, в которых я находится. Проблема в аннарках. Проблема в аннарках. Да, точно. Точно. Сложно понять, какова наша собственная ситуация. Не правда ли? Обычно мы думаем, ну, я не такой плохой преданный. Я не лучший, но и не худший тоже. И сложно для нас увидеть, какие у нас анартхи. Другие, другим людям просто как на ладони видно все наши анартхи. Но для нас сложно их увидеть. В особенности в этом обществе, в этой культуре, где все находится самостоятельно. в иллюзиях, то это в особенности сложно увидеть. Я не действую ради плодов. Мне надо ходить на работу. Поскольку мы вынуждены ходить на работу, поскольку мы нуждаемся в том, чтобы зарабатывать деньги. Нам трудно увидеть на самом деле, привязан ли я к плодам или нет. Может быть мы и не привязаны. Но может быть и привязаны. Потому что это все время происходит. Мы это делаем. Или мы можем даже это объяснить и рационализировать. Мне же надо зарабатывать больше денег, чтобы я смог поехать в Индию. Но это не деятельность ради плодов. Но оно может усилить ментальность вот этого плодов. Я даю еще один пример. У монастырия. У нас есть много деботы в Америке. И я встретил некоторые в Украине. И я встретил некоторые в Украине. Но это не азартная игра. Это бизнес. Это бизнес. Нет. Это азартная игра. Вы вкладываете куда-то свои деньги, ожидая возврата еще большего, но вы не знаете какой будет результат точно. Более того, вы не делаете никакого вклада в общество. Они пытаются опровергнуть этот аргумент и сказать, ну это обычный бизнес, как и любой другой бизнес. Но на самом деле это не так. Когда вы продаете там одежду или продукты, то вы что-то делаете полезное, а вы доводите товар до людей, допустим. За это вы получаете какую-то прибыль. Но когда вы играете на фондовой бирже, то вы никому ничего хорошего не делаете. Но несмотря на все это, они на это оправдание скажут, что с этим все нормально. И у них есть свое мнение, у меня есть свое мнение. Я обычно использую этот пример для того, чтобы показать, как мы загрязняемся, как идея доминирующей культуры нас загрязняет. Оскорняет. Спасибо. 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 Это еще не моя лекция по деньгам. Про деньги у меня гораздо лучше. Спасибо. Но все равно спасибо. Продолжаем. Дело в том, что каждый день я имею дело с деньгами и объектами их оценок. То есть оценки деньгами. Это профессор называется прайзер. 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 Такой профессор называется прайзер. О, прайзер. Да. Ага. 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 И каждый день ему приходится видеть, как завышается цена жизни для того, чтобы люди стали зависимыми. Every day I can see how they increasing the price of life in order to people become dependent. Каждый день. Every day. You have good realization. You should write about this. У вас хорошая реализация. Вы должны об этом написать. Your job gives you a lot of realization. Ваша работа дает вам хорошую реализацию. Особенно. Я хотел спросить очень главный вопрос. I want to ask you the very important question. Еще пять лет назад у нас не было культуры супермаркетов. Five years ago we didn't have the culture of supermarkets. Многие люди имели свои земельные участки. A lot of people had their pieces of land. Благодаря общей глобализации люди не тратят время на возделывание земли. И они стоят зависимыми от корпораций, которые производят продукты питания. В конце концов они стоят зависимыми от финансовых учреждений. И в конце концов они теряют даже свою национальную культуру. В конце концов они теряют даже свою национальную культуру. Глобализация это проявление века Кари? I want to ask you. The globalization is the manifestation of age of Kari? I want to ask you. Because in Satya Yuga, one of the same globalization is the one emperor. I want to ask you. One emperor is ruling the whole world. What is the difference from that globalization from that globalization? What is the difference? Can I write? Who benefits? Каждый человек становится блоком питания или батарейкой, которые питают эти корпорации. На ваш вопрос как ответить? Я вам задам еще один вопрос. Кто получает выгоду от того, что происходит? Мы бы тоже создали мировое правительство. Парикшет был императором всей планеты. Кто получил благо от того, что правило Парикшет? Каждый. Кто получал благо во время сати-юга? Каждый. Кто получает благо в Кали-юга? 10 людей. Чемало людей. Вот в этом все разница. Принем, пожалуйста. Это разница. Демоны хотят каждого эксплуатировать. Они хотят быть Богом для того, чтобы каждого эксплуатировать. Но Кришна хочет быть Богом для того, чтобы каждого любить. Вот разница. Возможно ли сейчас в Кали-югу создать изолированное общество, в котором будет простая жизнь и возвышение мышления? Да, но мы не будем изолированы. Мы будем создавать подобное общество. Но мы не хотим быть изолированы. Мы хотим, чтобы туда привезти большое количество людей и показать, как мы живем. Люди знают, что их эксплуатируют. Какая у них есть альтернатива? Я только что был в Литве. И я задавал вопрос, что люди думали до и после того, как развалился Союз? Вы помните, что Литва очень быстро вышла из Советского Союза и присоединилась к Европейскому Союзу? И ответ такой. Раньше нас эксплуатировал Советский Союз, теперь нас эксплуатирует Запад. То же самое. Какая альтернатива у них есть? У них нет альтернативы. Это так, демоны устраивают. Они хотят заставить вас оказаться в таком положении, в котором они вас будут эксплуатировать. Но по милости Кришны, потому как Кришна все устроил, у вас есть земля, у вас есть корова. Вы независимы? Да. Это Кришна. И у вас есть еще и много времени, которое вы добровольно отдаете в любовном служении Ему. Только чтобы не дать ни корову, все равно надо денег, чтобы купить это. Да. На самом деле нет. Может быть нет. Есть много сейчас сел, которые полностью потеряны. Они не знают, что им делать. Люди, которые жили тогда в колхозах во времена Советского Союза, они понимали тогда, что надо делать. А сейчас те люди, которые там живут, правительство полностью их игнорирует. Можно проехаться по такому огромному количеству бывших колхозов и увидеть, что поля не возделаны. Земля есть. Но они не знают, как ее организовать, что с ней делать. Ошибка для нас думать, что нам нужно получить землю. Мы брахманы, мы брахманы в обществе. И брахман занимается не тем, что он работает на земле. У них есть земля, и они не знают, что на ней делать. Мы знаем, что надо делать, но у нас нет земли. Просто надо свести это в место. Они хотят, чтобы кто-то пришел и руководил, навел бы порядок. Они знают, как просто жизнь. Когда я жил в селе, то они там живут в селе гораздо проще, чем я бы хотел жить. Простая жизнь, это проблема для меня, не для них. И они знают, как тяжело работать. Но они не знают, что делать. Какова цель жизни? Почему мы здесь? Во времена советской культуры у них были какие-то ответы. Сейчас нет советской культуры, и они потеряются. И я хочу в следующем году начать проповедовать селах. Более того, я хочу создать одно очень хорошее, идеальное село, и туда приглашать лидеров других сел, и показывать им, как можно жить в сознании. Я говорил с Садачара Прабу относительно того, чтобы проповедовать все. Он обычно со своей группой подоядр и ездит по оселам. Я спросил его совета, и вот что он мне сказал. Он сказал, если вы хотите проповедовать селах, то вы должны приготовиться к тому, чтобы кого-то оставить там. Потому что они вас не захотят отпустить. Поэтому нужны проповедники. Все вы, мужчины, которые обучены сознанием лично, и вы, женщины, мы нуждаемся в вас. Они будут работать. Если мы дадим им любовь, полюбим их, то они полюбят и нас. У нас может быть свое собственное место. Но мы должны сделать больше чем-то. Мы должны сделать весь мир сознающим Кришни. Мы сейчас в мире, где присутствуют инстант. Глобальные коммуникации. Причем таких мгновенных. За последние десять лет проявился интернет. Это наиболее удивительное изобретение за мою жизнь. Это лучше чем телефон и самолет и все остальное вместе взятое. Потому что люди могут очень быстро находить любую информацию. И с помощью этого мир может очень быстро измениться. И мир очень быстро изменится. Проблема в том, что люди столкнулись с тем, что у них уже нету объяснения жизни и проблем жизни. Я ранее говорил, что это долг интеллигенции. Но сейчас интеллигенция не исполняет свои функции. Потому что они пытаются всех держать в очень маленьком ящике. Есть много людей, у которых есть информация, которая выходит за пределы этого ящика. Например, у 2% людей в Америке есть опыт, нетелесный опыт. Они умирают. Клиническая смерть. Тело мертвое лежит несколько минут, иногда несколько часов. И затем они оживают. Пока тело мертвое, они осознают, они где-то летают и так дальше. Эти люди знают, что они не тело. Если мы им скажем, ты не тело, они скажут, да, конечно, это вы мне рассказываете. Я могу вам сам рассказать кое-что. Но кто может им об этом объяснить? Атеистические ученые не могут. Христиане не могут. А это 2 доминирующие мировоззрения во всем мире. Мусульмане тоже не могут. Но мы да можем. Возьмем еще один. Пример. Что насчет НЛО? Кто-то видел или слышал про НЛО? Слышал про НЛО. А кто-нибудь видел? Здесь они не так, может быть, часты. Но в Мексике, в Южной Америке очень часто появляются. Мексико city is one of the largest cities in the world. Город, который называется Мексико. 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 Один из самых больших городов в мире. И как-то, около 10 лет назад, там была целая процессия летающих тарелок. Их было около 50. Они прилетели и зависли над городом и висели там полчаса. Это не то, что мы создали. Они знают, что это была реальность. Но кто может им это объяснить? Атеистическая наука не может. Христиане не могут. И те и другие говорят, что помимо человеческих существ и этого мира то, что мы видим, ничего и нет. Но мы можем им рассказать, что это такое. Мы можем сказать, что у Шалбы был такой летательный механизм. Он мог перемещаться в пространство таким образом, исчезать если надо. Это называется Вимана. Итак, люди испытывают на собственном опыте что-то такое, что интеллигенция не может им объяснить. Позвольте мне так спросить. Вы слышали про НЛО. Вы считаете, что это реальность? Кто верит, что это так и и и есть? Они не знают. Это хороший пример. Есть миллиарды людей, как Вы. Они хотят знать, что происходит. Кто мне может объяснить, что происходит в этом мире? Но мы единственные, кто можем это сделать. Что это значит? Что это значит? Что это мировоззрение, которое сейчас присутствует в мире, оно очень быстро и очень скоро будет изменено. Последний раз происходило такое глобальное изменение мировоззрения, когда Коперник увидел Луны, прощающиеся вокруг Юпитера. Он сказал, подождите. Земля не является центром Вселенной. Все крутится вокруг Солнца. И когда произошло вот это изменение мировоззрения, тогда мировоззрение христианства было выдвинуто и на его место заняло более важной позиции научное мировоззрение. И сейчас у людей есть понимание, что они не делают. 2% в Америке, я думаю, что пропорция примерно такая же, что везде будет 2% людей. Много людей пишут книги про свою. Кто-то отправлялся в рай. Кто-то был в аду. И они рассказывают об этом. Много людей понимают, что это реальность. В 1972 году, когда я присоединился к Сознанию Кришны, Прабхупада был единственным, кто говорил, что ты не есть тело. Помимо Прабхупада никто не говорил об этом. А сейчас, примерно 5 лет назад, я видел результаты опроса общественного мнения. И там было сказано, что 60% людей в Америке считают, что есть что-то большее, чем это тело. Это поразительный результат. Это смещение целой парадигмы. Поэтому, если вы просто будете проповедовать людям, что ты не тело, это недостаточно уже. Хорошо, знаю я, что я не тело, теперь это что? Я духовная душа, что это значит? Что мне делать как духовная душа? Живи вот таким образом. Мы должны показать, как можно жить как душа. Поэтому, все мировоззрение, оно будет очень быстро изменено. Люди хотят ответов. И мы единственные, у кого они есть. Поэтому еще перед нами много проповедь. И на самом деле это будет очень замечательно. Я забыл ваше значение вопроса. Я ответил на него. Хорошо, это поздно. Спасибо вам за возможность пообщаться с вами, получить ваше общение. Уже поздно. Спасибо вам за возможность пообщаться с вами, получить ваше общение. Вероятно, что мы с вами станем соседями. Сегодня мы покрели землю, которая стоит примерно полтора-два часа езды. На юго-запад отсюда. Если все получится, то у нас будет эта земля, тогда я буду там жить весной уже. И, надеюсь, у меня будет возможность навещать почаще вас. Спасибо. 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 Спасибо.